Доброе утро! Вы смотрите новости на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. В Алтайском крае в скором времени могут открыться бассейны, а также появится доступ на спортивные трибуны. Подробности далее. Жительницу Барнаула отказались везти в такси из-за того, что она была в медицинской маске. Детали инцидента в выпуске. Поднять плату за проезд просят барнаульские перевозчики. Они обратились в администрацию города. Все подробности далее. В Алтайском крае в скором времени могут открыться бассейны, а также появится доступ на спортивные трибуны. Так, губернатор Виктор Томенко дал поручение главе краевого Минспорта Алексею Перфильеву провести соответствующую подготовку для возобновления работы объектов. В случае открытия бассейнов глава региона призвал министра не ограничиваться работой в Барнауле. По его словам, нужно искать варианты открытия объектов по всему краю. Возвращаться к тренировкам спортсменов необходимо постепенно, начиная со сборников и профессионалов. Также Виктор Томенко поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность разрешить допуск зрителей на спортивные состязания. В первую очередь это касается игровых видов спорта. Уже начинаются некоторые соревнования, например, ну в том числе тот же футбол под открытым небом, там или кто-то начнутся и хоккейные, тут уже игры и другие игровые виды. Где мы соревнования разрешили, но без зрителей. Ну может быть зрителей тоже какую-то часть свободных сидений или мест для зрителей, например, процентов 25 или хоть 10. Ну хоть как-то, чтобы можно было этот вопрос пошагово регулировать. В Алтайском крае приняли региональную программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. О ее целях рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура. Программа рассчитана не только на решение конкретных проблем малоимущих, но и рост благосостояния населения в целом. Власти намерены поддерживать реализацию инвестпроектов и содействовать самозанятости граждан. Программа предусматривает комплексный и межведомственный подход к решению вопросов. Основная цель – это снижение уровня бедности до 2030 года в два раза по сравнению с показателем 2017 года и обеспечение темпу устойчивого роста доходов населения. Напомним, по итогам прошлого года около 400 тысяч жителей региона относятся к категории малообеспеченных. Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху получат дополнительное федеральное финансирование. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Поддержат четыре рейса в Краевую столицу – из Томска, Сочи, Анапы и Красноярска. И два в Белокуриху – из Горноалтайска и Новосибирска. Субсидирование маршрутов позволит сохранить тарифы на билеты по отдельным направлениям и поддержать авиакомпании. Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог в Алтайском крае. Средства поступили из федерального бюджета. Распоряжение подписал также премьер-министр России Михаил Мишустин. В июне губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился в правительство России с просьбой выделить доп. финансирование на обновление краевых дорог. Основным условием предоставления средств стал обязательный ввод в эксплуатацию объектов 2021 года в этом году. Таким образом, в 2020-м отремонтируют еще 67 километров краевых дорог. Отмечу, в начале года Краевой дорожный фонд составил 11 миллиардов рублей. Сейчас более 13 миллиардов. На Чуйском тракте в Первомайском районе транспорт перенаправили по объездной дороге. Расширение федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт идет на участке с 212 по 223 километр от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска. Дорожники завершили строительство объездного маршрута. Его протяженность составила 5,5 километров. Начало объезда находится на 216 километре напротив вертолетной площадки. Выезд неподалеку от Жилина на 222 километре. По этому участку движение будет идти до окончания работ на объекте, которое запланировано в ноябре 2021 года. Временная дорога обустроена в соответствии с нормативными требованиями, установлены знаки и нанесена разметка. Обслуживать ее будет подрядная организация, работающая на Чуйском тракте в Первомайском районе. И продолжаем выпуск. Поднять плату за проезд просят барнаульские перевозчики. Они обратились в администрацию города. Пандемия коронавируса значительно ухудшила состояние дел в этой отрасли. За четыре последних месяца пассажиропоток упал на 50%. Выросли цены на топливо, ГСМ и запчасти. Многие предприятия могут разориться. Им пришлось сократить маршруты и штат. Перевозчики предлагают увеличить цену билета для автобусов до 27 рублей, для маршруток до 30, билет на электротранспорт до 33 рублей. На моей памяти такая ситуация, которая возникла из распространения коронавирусной инфекции, это впервые. И падение пассажиропотока было такое глобальное впервые. Мы понесли серьезное, скажем так, потрясение в связи с этим. В принципе, если бы не некоторые поддержки государственные, мы бы уже работали бы в убыток однозначно. Ожидать ли в ближайшее время повышение цены на проезд в общественном транспорте? Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей. А пока перейдем к другим темам. Жительницу Барнаула отказались везти в такси из-за того, что она была в медицинской маске, хотя масочный режим еще не закончился. Подробности в материале моей коллеги Софьи Житиной. Соблюдала масочный режим в такси и поплатилась за это, рассказала в соцсетях жительница Барнаула. Увидев, что девушка в защитной маске, водитель отказался выполнять заказ. Своё решение таксист объяснил просто – больных не вожу. Девушка рассказывает, деньги за несостоявшуюся поездку ей так и не вернули. В принципе, больше не допускали, что вы перевозили людей и работали в сервисе обслуживания. И хлопнуло дверью. На что он выбежал, побежал за мной и ударил мне по голове, чтобы мне статей лечь. В службе такси отвечают. Подобных претензий от клиентов сегодня не поступало. Ни по телефону, ни в приложении. Если происходит конфликт между пассажиром и водителем, вопрос пытаются урегулировать мирным путем. Если водитель долго с нами сотрудничал и таких ситуаций у него не было, здесь как-то пытаемся беседой ограничиться. Если какие-то были уже инциденты у водителя, то прекращаем сотрудничество с ним. Если есть телесные, то это уже правоохранительные органы занимаются. Если какое-то поступило заявление от пассажирки и действительно водитель причинил, то есть виновен, то тогда тоже с ними сотрудничаем. По словам менеджера, водители должны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе масочный режим. Юрист Сергей Сандаковский подтверждает, нахождение пассажиров такси в медицинской маске не противоречит карантинным мерам. Напротив, соответствует им. Требования водителя такси снять медицинскую маску ничем не обоснованы. Отказ водителя такси в перевозке пассажира также не обоснован, поскольку действующее законодательство не предусматривает такого основания как отказ от оказания услуг в связи с ненадлежащим дресс-кодом. Юрист посоветовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Если факт нанесения телесных повреждений подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Софья Житина, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. А теперь к новостям культуры. Один из залов Алтайского краеведческого музея возобновляет прием посетителей после ремонта. Подробности в нашем сюжете. Знаменитое историческое место улицы имени Ивана Ивановича Ползунова. В этом здании работал сам Ползунов, но оно уже требует давным-давно ремонта. А здесь это здание инструментального магазина, тоже историческое, ремонт уже провели. И оно играет новыми красками. Три года назад здание инструментального магазина 19 века по адресу Ползунова 39 передали Алтайскому краеведческому музею. Из-за близости грунтовых вод фасад памятника архитектуры федерального значения требовал серьезной реставрации. В этом году нам удалось при поддержке правительства Алтайского края и Министерства культуры нашего края сделать ремонт фасада. К первому августа текущего года уже сегодня все отмечают, уже сегодня начинают фотографироваться на фоне нашего ремонта. Двери музея открыты для всех посетителей. Сейчас здесь работают три зала, посвященные Великой Отечественной войне, быту барнаульцев прошлого столетия и работе современных мастеров художественного промысла. Залы небольшие, но арочные своды вековых стен сами по себе уникальны и интересны. Интерьер и экстерьер исторического здания заслуживают отдельного внимания. Обращаю внимание, что на этом рустикальном фасаде использована достаточно кропотливая технология работы. То есть здесь не просто прошлись цементной камешковой, обращаю внимание, цементной штукатуркой, но потом еще и кельмочкой приподняли структуру для того, чтобы она была максимально грубой. Еще раз напомним, двери этого уникального памятника архитектуры федерального значения открыты для посещений. Насладиться можно не только интересами экспозициями, но и интерьерами крепостных стен прошлого тысячелетия. Константин Ганов, Михаил Лифуншан, новости. Как подготовить ребенка к школе? Каких специалистов нужно пройти, прежде чем отправлять его в класс? На эти и другие интересующие родителей вопросы сегодня в программе «Катунь лайф здоровья» ответят эксперты и наши ведущие. Лариса Ольмяшева и Екатерина Варкентин. Не пропустите сегодня в 17.30. И на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня!